Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте представить нейрофизиологический аспект хирургического лечения внутримозговых опухолей и поделиться результатами исследования, посвященного интероперационному моторному кортированию. У участников исследования не было конфликта интересов. Как известно, нейрохирургические операции, да и в общем-то любые операции, основываются на принципах, сформулированных еще в довоенное время Николаем Миловичем Бурденко. И вот третий из перечисленных принципов, принцип физиологической дозволенности, требует применения целого спектра различных дооперационных и интероперационных методик. И интероперационный нейрофизиологический мониторинг позволяет отслеживать физиологическую дозволенность непосредственно в режиме реального времени, во время операции, и позволяет хирургу улучшить прогноз такого пациента. Как известно, физиологическая дозволенность в контексте нейрохирургических операций включает в том числе учет риска повреждения функционально значимой зоны. Пусть это и условное понятие, но функционально значимая зона – это некая структура с более или менее четкими границами повреждения, которая приведет к клинически значимому неврологическому дефициту. Эти зоны могут обеспечивать такие функции, как восприятие, мышление, память и так далее, и так далее. Но в настоящее время далеко не все из них возможно откартировать, и в частности больше всего используется моторное картирование, картирование речевой зоны в режиме awake, а также картирование различных зон чувствительности, различной модальности. Хотя физиологическая дозволенность не сводится к одним только функционально значимым зонам, все же под интероперационным нейрофизиологическим мониторингом понимают в первую очередь различные электрофизиологические методы, то есть методы оценки в широком смысле слова биоэлектрической активности головного мозга, и интероперационное моторное картирование является одной из таких методик. Под моторным картированием мы понимаем нейрофизиологическую методику локализации предцентральной коры, зон ответственных за произвольные движения путем регистрации узнанных моторных ответов в мышцах-мишенях при прямой электростимуляции коры. Исходя из вышесказанного, понятно, что резекция опухолей, расположенных поблизости или непосредственно в моторной коре в предцентральной извилине, сопровождается риском возникновения симптомов выпадения, то есть фактически порезов-пороличей в послеоперационном периоде, и для предупреждения этого осложнения используется в том числе интероперационное моторное картирование. Кроме того, в нашем исследовании мы приняли во внимание тот факт, что многие опухоли, такие как лоу-грейт-глиомы, ольго-тендер-глиомы и другие, сопровождаются развитием симптоматической эпилепсии или, как часто говорят, эпилептического синдрома, туморозного характера. И поскольку любая эпилепсия является следствием изменения возбудимости или в широком смысле реактивности нейронов, мы предположили, что это может оказывать влияние на результаты или ход проведения моторного картирования. Таким образом, целью нашего исследования было изучить особенности применения моторного картирования при резекции опухолей центральных извилин, в том числе при наличии связанного с ней эпилептического чага. Мы провели ретроспективный анализ результатов лечения пациентов с опухолями центральных извилин, прооперированных в Российском нейрохирургическом институте имени Поленова в период с 2012 по 2016 год. Основную группу составил 41 пациент, которым выполнялось моторное картирование в ходе резекции опухоли. В группу сравнения вошли пациенты без моторного картирования. Кроме того, для изучения аспектов туморозной эпилепсии мы отдельно выделили подгруппы в основной группе, исходя из наличия эпилептических приступов в анамнезе. При оценке ранних исходов хирургического лечения нами было отмечено, что в обеих группах, и в основной группе сравнения, у достаточно значимой доли пациентов наблюдалось нарастание двигательного моторного дефицита, в первые сутки после операции. Даже в большей степени это напрягалось группе пациентов с моторным картированием. Действительно, многие авторы, как зарубежные, так и российские, отмечают такой парадоксальный эффект, который связывается с приходящими местными изменениями, такими как отеком в зоне удаления опухоли, местными гемодинамическими нарушениями, и даже приблизительно в той же пропорции. Примерно треть пациентов демонстрирует нарастание порезов и параличей. Что важно, при оценке двигательного статуса этих пациентов в отсроченном периоде, спустя 3, 4, 6 месяцев после операции, доля пациентов, у которых сохраняется моторный дефицит той или иной степени, значительно падает. И по результатам мета-анализа, проведенного в 2012 году, показано, что риск стойких неврологических нарушений, именно двигательных нарушений, при использовании интероперационного моторного картирования снижается в 3,5 раза. Нами была предпринята попытка количественного анализа динамики выраженности неврологического дефицита в послеоперационном периоде. На дооперационном этапе основная группа сравнений не различалась между собой по выраженности неврологического дефицита. Далее, как уже было сказано, после операции происходило нарастание выраженности порезов и параличей. К 10-12 суткам уже формировалась тенденция к восстановлению утраченных функций, однако группы по-прежнему статистически не различались между собой. И лишь в отдаленном периоде на фоне продолжающегося восстановления двигательных функций моторное картирование демонстрировало положительный эффект по сравнению с резекцией без нейрофизиологического контроля. Таким образом, во-первых, был выявлен определенный паттерн изменений в неврологическом статусе после удаления опухоли центральных извилин. Кроме того, было показано, что моторное картирование обнаруживает свой несомненный положительный эффект уже только в отдаленном периоде. Подгруппа пациентов с эпилептическим синдромом с томорозной эпилепсией демонстрировала, в общем-то, тот же паттерн изменений, однако нами было отмечено, что выраженность нарастания парезов и параличей в самый ранний период, то есть первые, скажем, пять суток, была более выражена по сравнению с пациентами без эпилептического синдрома, однако это различие стиралось в 10-12 сутках. Также наличие эпилептического очага не влияло на частоту получения моторного ответа, то есть, в общем-то, на результативность моторного картирования, однако несколько изменялись условия, при котором проводилось моторное картирование, было показано, что пороговая сила тока, необходимая для получения моторного ответа в группе пациентов с эпилептическим синдромом была значимо выше, чем в группе пациентов без эпилептического синдрома. Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Интероперсонное моторное картирование действительно является эффективным методом снижения риска двигательных нарушений при удалении опухолей в области центральных извилин. Во-вторых, у пациентов, в которых выполнялось интероперационное моторное картирование, в первые сутки происходило нарастание моторного дефицита, однако в отдаленном периоде пациенты после моторного картирования демонстрировали более полное восстановление утраченных двигательных функций. Наличие эпилептической активности по всей видимости снижает чувствительность нейронов моторной коры, изменяя их реактивность в результате местных изменений нарушений гемотенцефалического барьера и так далее, изменяя чувствительность вот этих нейронов к прямой стимуляции коры головного мозга. Наконец, прямая стимуляция моторной коры в условиях измененной реактивности нейронов перед морозной зоной по-видимому приводит к приходящему и более выраженному нарастанию двигательных функций первые пять дней после операции. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ